А кто может возглавить, на ваш взгляд, бунт вот этого самого глубинного народа, если он произойдет? Конечно, многое зависит от того, чем будет кипеть этот народ, но он точно не будет оплодотворен демократическими либеральными идеями. Поэтому я бы сказал, что это народ для людей типа, извините, Прилепина, Холмогорова, Дугина, Пригожина и тому подобных. Чуть не сказал Кадырова, извините. Я думаю, что это может быть русская патриотическая партия из людей близких власти, имеющих доступ ко всем рычагам власти. И в этом смысле, что бы мне ни говорили, наиболее цельный, я вижу фигуру Пригожина, которая, конечно, является определенным историческим атовизмом, с одной стороны, но абсолютно соответствует мафиозному стилю российской государственности сейчас. Это такое местное, национальное, новое, но абсолютно логичное явление появления Пригожина. То есть вы допускаете, что он может в будущем прийти к власти? Я допускаю, что он может прийти к власти в группе лиц или стать де-факто правителем за спиной гражданского правителя, который выглядит хорошо, но полностью контролируя ситуацию. Когда правитель будет, ну вот как сейчас Мишустин при Путине, подпишет любую бумагу, но мы же не можем обвинить Мишустина в непрофессионализме или отсутствии ума или логического мышления. Да, это умный человек и достаточно известный финансист, который до государства сделал свои деньги, потом работал в государстве, спешно и все. Но сейчас он работает же под Путиным, да, так же может работать такой же человек или этот же человек под Пригожиным, в чем проблема. Ну хорошо, а вот сейчас, кто управляет Россией в действительности, помимо Путина? Ну, Путин живой человек, он к тому же любит в бассейне поплавать, позавтракать, разверенно так, не спеша. Сиборитствует, как известно, Владимир Владимирович, не чушь Сиборитству, а время-то в сутках только 24 часа. Вот кто, помимо Путина, там, Мишустина или кого-то еще, кто России, на ваш взгляд, управляет? Да, у меня посвышалось, что у матери России ценен. Вы знаете, Евгений Алексеевич, я вынужден опять иллюстрацию сделать. Я устойчивый, так сказать, сторонник теории мафиозного режима в России. И в этих терминах я бы вам сказал так. Если бы мы Путина воспринимали как главу мафии, вот я для себя говорю, да, как главного такого мафиози, ну, вот, например, Радаган, да, вот ясно, что если мафия, то он главный. Вот. Тогда он много знает, получает разную информацию, очень манипулирует, интригует, активный и так далее. Понятный тип человека, политика, диктатора, да. Или вот ситуация, когда к человеку ограничен доступ, и кто-то приходит, кому он верит, и бумажки получает, откуда он получает, это, а потом принимает решение, и если есть противоречия, то договаривается как-то, чтобы между собой ближайшие мафиози не поссорились в его, так сказать, группировке. Он называется не главой, он называется арбитром. Так вот, Путин – это арбитр мафии. И вопрос ваш абсолютно правильный. Он, да, выносит последнее решение, но из предложенных, и из понятых так, как он понял, и как он понимает баланс людей около себя, между собой. Там этим я усилю Ковальчука слишком, условно, а этим слишком Ротенбергов, а тут Сечина, а тут у меня вот этот Патуршев с ФСБшниками, вот, а я им не додал. А тут надо Рамзану Ахматовичу добавить, я ему давно строительных подрядов не давал. Ну и вот такой вот он человек. Поэтому возглавить может на самом деле такую структуру любой, кто может предъявить себя лидером и, так сказать, победить все кланы, если это возможно, или построить их под себя, потому что у тебя есть силовой ресурс. И тут Пригожин опять ничем не плохой. Продолжение следует...